Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном еженедельном видеообзоре валютного рынка, основанном на измененном волновом анализе Эллиота. Валютная пара EURUSD на прошлой неделе продолжила свое нисходящее движение, и сейчас мы видим небольшую возможную коррекцию вверх. То есть вполне возможно, что данная восходящая конструкция уровня H1 является волной B, нисходящей конструкцией. Потому что мы видим, что, во-первых, на данный момент волна С усеченная, то есть она короткая, и также мы видим, что на индикаторе алисомоосциллятор у нас сформировалась дивергенция. Хоть и небольшая, но дивергенция, то есть эту слабость мы видим. Сейчас пока наклонный канал не пробит, поэтому, может быть, будут еще и покупки, которые мы тоже с вами разберем, и, конечно же, разберем с вами продажи. В первую очередь мы разбираем продажи по текущему основному тренду, что надо для того, чтобы продавать. Для продаж необходимо первое условие, это пробить наклонный канал восходящей конструкции, тем самым мы ее завершим. После этого получить волну коррекции, волну B и продажи на пробитие волны A. Такая точка входа будет при усеченной волне С уровня H1. То есть мы видим, что конструкция уровня H1 имеет волну С усеченную. И вот как раз на завершение данной конструкции мы будем продавать. Пробили наклонный канал, получили волну коррекции, волну B и вниз волна С на пробитие волны A мы продаем. Ближайшая цель 1.13.04. Что надо для того, чтобы покупать валютную пару? Давайте перейдем на меньший таймфрейм. И мы видим, что вниз сформировалась нисходящая конструкция. Давайте эту конструкцию разберем, для того, чтобы мы знали, когда она завершится. Вниз волна A, вверх волна B и вниз, соответственно, волна С. Вот она нисходящая конструкция, которая сейчас сформировалась. То есть вот она вниз, волна С. Я ее просто не рисую, потому что это последняя волна и я не вижу смысла ее рисовать. Если мы рассматриваем покупки, то мы предполагаем, что вот эта вот синяя волна вверх, это волна A. А вниз трехволновка, это волна B. Почему это волна B? Она будет полной B до тех пор, пока не пробьет уровень 88.2 по фибоначек от волны A. То есть не дойдет до уровня 1.13.65. Когда будет уровень 1.13.65 пробит, то это будет отмена волны B. На данный момент мы можем предполагать, что это вниз волна B. И, соответственно, точка хода на откате B. Для этого нужно завершить нисходящую конструкцию пробития наклонного канала. После этого получить волну коррекции, волну B и вверх волна C. Точка хода на откате B. В таком случае мы предполагаем, что это вверх волна A, вниз коррекция волна B и вверх АС, ВС, СС. На пробитие АС мы ставим отложенный ордер на покупку B и всток. Ближайшая цель – это ловушка для профи, вершина восходящей волны 1.14.06. И дальше для определения профи-то натягиваем фибосетку, ну вот я ее уже натянул. И уровень 138.2, ну вот видите, здесь 123.6 мы никак не достигли. Первая цель – это уровень 123.6, 1.14.18. И вторая цель – давайте уже держать тогда уровень 200, 1.14.53. По валютной паре фунт-доллар также продолжилось нисходящее движение. И сейчас у нас есть восходящая усеченная конструкция уровня H1, которая на данный момент не завершилась, потому что мы видим, что наклонный канал пока еще не пробит, но я думаю, что это уже очень скоро случится. И также на индикаторе овесомо-осциллятор видна дивергенция. Вот мы видим, что у нас на графике максимум обновился, на индикаторе овесомо-осциллятор он не обновился. Но пока эта дивергенция только формируется, потому что мы еще не получили медвежий столбик гистограммы. Поэтому пока здесь мы видим только формирование дивергенции, которое может отмениться, если начнется восходящее движение. И мы увидим, что эта дивергенция пропадет. Поэтому пока эта дивергенция формируется. Итак, когда нам рассматривать покупки и когда рассматривать продажи? Если мы хотим рассматривать покупки, то, конечно же, необходимо пробить наклонный канал. Почему нам это надо сделать? Давайте разберем. Мы видим, что наклонный канал нисходящей конструкции пробит, но пробит он волной С. Нам нужно, чтобы было пробитие наклонного канала волной А. Это обязательное условие. Для этого нужно завершить синюю конструкцию и в таком случае эта синяя конструкция превратится в одну волну. Если мы рассматриваем покупки, то это будет вверх волна А, вниз коррекция волна В, которая пробьет наклонный канал. То есть нам нужно его пробить, мы уже определились с этим. И вверх будет волна С. То есть вот такие вот покупки нам можно рассматривать. Также можно рассмотреть покупки внутри волны В, то есть вверх волна А, С, вниз волна В, С и вверх волна С, С. То есть вот такая покупка внутри, точка входа на откате В. В таком случае мы предполагаем, что это волна А, вниз волна В, вверх А, С, В, С, С. На ловушке для профиль на уровне 1.27.51 переводим в делку без убыток. Это обязательное условие. Дальше можно ориентироваться по FIBA уровням для первой цели, то есть уровень 138.2 от волны А. Это уровень 1.27.89. И дальше уже по уровням сопротивления 1.28.40 и 1.28.86. Стоп-лосс, конечно же, ставим за минимум, то есть за восходящую конструкцию, за основание восходящей конструкции 1.26.57. И когда нам рассматривать продажи. Общий тренд нисходящий, мы это видим, в принципе, мы это наблюдаем уже не первую неделю. Что нам надо для того, чтобы продавать? Мы видим, что на данный момент конструкция усеченная, наклонный канал пока еще не пробит. Нам нужно обязательно пробить наклонный канал, то есть это будет предположительно вниз волна А. Вверх после этого получить коррекцию волны В. И, соответственно, вниз волна С. На пробитие волны А мы ставим ордер на продажу. Но, так как здесь продажа возле минимума, что не совсем удобно, но мы видим, что отсюда отскочила цена. Поэтому обязательно на уровне 1.26.60 переводим сделку без убыток. Фиксировать здесь нечего, то есть здесь прибыль будет небольшая, но перевести сделку без убыток необходимо. А ближайший тейк-профиль для продажи – это уровень поддержки 1.25.87. Австралийский доллар против американского доллара на прошлой неделе дал нам продажу. Вы помните, что покупки мы рассматривали строго после завершения нисходящей конструкции уровня М30 пробитием наклонного канала. Впрочем, вот мы строили этот торговый план. И для того, чтобы нам рассматривать продажи, нам необходимо было завершить внутреннюю конструкцию уровня М15, то есть сделать повышение волнового уровня нисходящей конструкции. Впрочем, завершение здесь у нас было. Правда, было оно на таймфрейме М1, но для валютной пары австралийский доллар против американского доллара это уже в последнее время стало нормой иметь такие вот безоткатные движения. То есть мы видим часто такие сильные безоткатные движения в одном направлении, где маленькие коррекции. Поэтому, конечно же, приходится смотреть и на малом таймфрейме завершение конструкции. Так вот, мы видим, у нас была восходящая трехволновая конструкция, как мы и хотели. Восходящая конструкция уровня М2. После этого было пробитие наклонного канала восходящей конструкции, то есть мы ее завершили. Коррекция волна В и вниз волна С. Конечно же, здесь была продажа. Продажа была вовремя, то есть мы после этого хорошо прошли вниз. Профиты были получены все, потому что было просто сильное нисходящее движение. И что у нас есть сейчас? У нас есть восходящее движение, то есть у нас нисходящие конструкции завершились. Причем завершилась и конструкция уровня М30. Вот наклонный канал, конструкция уровня М30. И конечно же здесь можно было рассматривать в том числе и покупки, потому что вы помните, что покупки мы рассматривали тогда, когда завершится нисходящая конструкция уровня М30 с пробитием наклонного канала. Здесь было это пробитие, после этого была коррекция, после этого можно было конечно же покупать. Что у нас есть сейчас? Сейчас у нас есть восходящая конструкция уровня H1, в ней восходящая конструкция уровня M15, которая завершилась пробитием наклонного канала вот этим нисходящим движением, которое мы с вами видим. Когда мы можем рассматривать покупки? Потому что мы видим, что здесь у нас какая-то была сильная реакция на новость, то есть валютная пара австралиец растет по отношению к доллару, и поэтому мы можем рассмотреть покупки. Покупки рассматриваем на завершении нисходящей конструкции уровня M5 пробитием наклонного канала. То есть нам нужно пробить наклонный канал, после этого обязательно получить волну коррекции, волну B, и конечно же мы покупаем. Такие покупки будут на откате B, в таком случае мы предполагаем, что вот эта красная конструкция это волна A, вниз коррекция волна B, и вверх волна A, C, B, C, C мы покупаем обязательно на вершине, на максимуме 0.7285, переводим сделку без убыток, это обязательное условие. Дальше для определения профита натягиваем просетку на волну A, и в профит берем уровень 138.2, но видите, у нас здесь уровень 0.7310, давайте посмотрим, что это за уровень, может быть мы его оставим для профита, я думаю, что его можно не оставлять для профита, и поднять немного выше на уровень 138.2, как это и предполагает торговая система. Уровень 0.7312 мы берем в профит для покупок, это ближайшая цель. А дальше можно ориентироваться по уровню 200, 0.7357. Когда нам рассматривать продажу, потому что вроде бы как общий тренд все-таки нисходящий, но мы видим, что у нас есть это сильное восходящее движение, и восходящая конструкция уровня H1 не завершена. Внутренняя конструкция завершена, уровня H1 не завершена, поэтому предлагаю рассматривать продажи, а может быть это будет немного позже, но на пробитие восходящей конструкции уровня H1, то есть на ее завершение. Нужно пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции, волну B, и внутри волны B мы рассматриваем продажу вниз под волна A, коррекция B и вниз, соответственно, C. Такая точка входа будет на откат B, мы предполагаем, что вниз это A, волна B, A, C, B, C, C. В таком случае на ловушке для проби на минимуме обязательно переводят сделку без убыток. Следующая цель это основание восходящей конструкции в районе 0.72, ровно. И также можно натянуть всю посетку на волну A, которая будет, и в курсе обязательно 138.2, то есть все как всегда. Новозеландский доллар против американского доллара также продолжил свое нисходящее движение. Покупок у нас не было, потому что покупки мы рассматривали строго на завершение всей нисходящей конструкции. А для того, чтобы продавать, нам нужно было получить просто трехволновую конструкцию, впрочем, как и по другим валютным парам. Так что у нас есть сейчас, у нас есть восходящая конструкция уровня M30, и она пока еще не завершена, то есть наклонный канал в восходящей конструкции не пробит. Мы можем рассмотреть и покупки, и продажи. Для того, чтобы продавать валютную пару, необходимо пробить наклонный канал или пивот, но я думаю, что здесь будет все примерно в одно и то же время. Мы пробиваем наклонный канал с пивотом, это примерно в районе 0.6576, после этого получаем волну коррекции, волну B. Если волна B будет глубокая коррекция, то можно внутри волны коррекции продать, то есть A, C, B, C, C, C. Если будет коррекция не глубокая, то на пробитие минимум мы продаем, то есть волна A, волна B, волна C, на пробитие волны A мы будем продавать. Ближайшая цель для продажи это уровень 0.6545. Покупки рассматриваем на завершение этого нисходящего движения. Давайте перейдем на меньшатый мхм и разберем данную нисходящую конструкцию. Вниз есть волна A, вверх коррекция волна B, и вниз пошла волна C. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции. Для того, чтобы рассматривать покупки, необходимо пробить наклонный канал, получить волну коррекции, волну B, и на пробитие волны A мы рассматриваем покупку. Такая покупка будет на откате B, в таком случае мы предполагаем, что это вверх волна A, вниз коррекция волна B, и вверх A, C, B, C, C, C мы покупаем. Ближайшая цель для покупки 0.6607. Если будет пробить наклонный канал восходящей конструкции, то это может быть повышение волнового уровня восходящей конструкции. В таком случае мы можем предположить, что вот эта трехволновка это волна A, вниз соответственно коррекция, которая пробивает наклонный канал, это волна B, и вверх трехволновая конструкция, на которой мы входим в покупку. В таком случае для определения профита натягиваем фибросетку на восходящую трехволновку, и в профит берем уровень 138.2.066.31. Также можно брать в профит уровень 200.066.68. Валютная пара американский доллар против швейцарского франка продолжает находиться во флейте. Уровни 0.9975 сдерживают покупателей, и уровень 0.99004 сдерживает продавцов. И как мы видим, здесь у нас очень такое сильное противостояние. Попыток было много пробить уровни, но все попытки были неудачные. Поэтому лучше рассматривать более долгосрочные покупки строго выше уровня 0.9975, уже на закреплении выше уровня, и продажи ниже уровня 0.99004. Или торговля против тренда на отбой от уровня 0.9975 продаем, и соответственно от уровня 0.99004 покупаем. Но такие точки входа должны подтверждаться каким-то дополнительным фильтром. То есть здесь мы вверху должны знать, что есть слабость покупателей, а внизу должны знать, что есть слабость продавцов. На данный момент восходящая конструкция уровня H8 усеченная, то есть она имеет усеченную волну C. Но это естественно, потому что мы знаем о том, что уровень 0.9975 не пускает покупателей. Поэтому я по этой валютной паре буду ждать пробития какого-то из уровней, и после этого уже находить коррекцию в виде трехволновки. То есть давайте мы нарисуем примерно, что это может быть. То есть мы пробиваем уровень, после этого получаем коррекцию. И эта коррекция, скорее всего, сделает ретест данного уровня. Потому что мы видим, что уровень очень сильный, и поэтому, скорее всего, будет ретест уровня. То есть уже с другой стороны, если здесь мы все время отбиваемся, и уровень является сопротивлением, то после пробития он станет уровнем поддержки. И уже после этого получаем трехполновую нисходящую конструкцию. И на завершении трехполновой нисходящей конструкции я буду рассматривать покупки по-другому. Ну, я здесь покупать не хочу, потому что просто видите, что уже долгое время нет никакого интереса ни у покупателей, ни у продавцов к данной паре. Ну, если есть интерес, то он какой-то слишком равнозначный. И поэтому мы не видим тренда, а торговать там, где нет тренда, мне не хочется. Поэтому пробиваем, получаем трехполновку, и после этого уже рассматриваю покупку. То же самое с продажами, совершенно то же самое. Пробили уровень 0.9904, после этого получили трехполновку вверх, восходящую трехполновую конструкцию, которая, предположительно, будет являться коррекцией, которая, скорее всего, сделает ретест уровня 0.9904. И на завершение этой трехполновки уже можно будет смело продавать. То есть пробили наклонный канал восходящей трехполновки, после этого получили коррекцию, и после этого продали. А сейчас здесь говорить о том, что нужно покупать, ну, как-то не серьезно, потому что, видимо, здесь отбивались, здесь отбивались, здесь опять отбивались. Здесь тоже уровень не пускает покупателей. Поэтому я буду ждать, когда уровень будет все-таки пробит, и после этого уже выше этого уровня буду, конечно же, покупать. Ближайшие цели для покупок 1.0041 и 1.0066. И ближайшие цели для продажи 0.9866 и 0.9786. У меня на этом все. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok